В прямом эфире новости в студии Ирина Алиева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Красноярский край может избежать эпидемии гриппа. Какие меры предпринимают специалисты, чтобы остановить распространение вируса? Мы же понимаем, что грипп циркулирует, им болеют. Его не надо дополнительно делать совершенно точное исследование. В Красноярский край вернулись 30-ти градусные морозы. Как долго продержится такая погода и в какие дни синоптики обещают ощутимое потепление? По центральным районам также в ближайшие сутки и выходные без осадков. Приобладающая температура ночью в ближайшие сутки 25-30 в восток до 38. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня проверил, как подрядчики справляются с уборкой городских дорог и остановочных пунктов. Какие выводы он сделал? Это позволит повысить, во-первых, определить персональную ответственность, во-вторых, повысить качество контроля за выполнением работы. В Красноярске завершается подготовка к турниру по вольной женской борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин. Сколько спортсменов будут бороться за награды? Хочу от лица организационного комитета уверить всех о том, что на сегодня все готово для проведения турнира. Все службы провели очень масштабную подготовку. И сегодня мы встречаем гостей. Красноярский край может избежать эпидемии гриппа. Об этом говорили сегодня в правительстве края на заседании специальной комиссии. Вирусом уже охвачены 47 регионов России. Однако у нас эпидемический порог пока не достигнут. Как собираются сдерживать распространение болезней? Стоит ли бояться штампа ААШ1Н1? Расскажет Алина Штоколова. Лук, чеснок и частое проветривание. Такими незатейливыми народными методами профилактики вирусных заболеваний сейчас пользуются, пожалуй, в каждом детском саду. И, судя по всему, они работают. Эпидемии по заболеваемости гриппом и ОРЗ в нашем крае пока даже не достигнут. Нарезанный лук и чеснок в каждой группе на каждом столике. Все это приносят родители. Об остальном заботятся воспитатели и медсестры. Осмотр перед началом дня обязателен. Больных детей в группу не берут. Дальше больше. Красноярский детский сад номер 317 вообще славится тем, что малышей здесь закаливают с трехлетнего возраста. Сауна, бассейн и обливание прямо на улице дают потрясающий эффект. Ребята почти не болеют. Например, сейчас из 150 воспитанников на больничном сидят всего 8. Еще очень хорошо для профилактики это аромомасла. Которые чайное, тот же чайного дерева или пихтовое масло, которое богато теми же фитонцидами и обладает дезинфицирующим очень хорошим свойством. То есть я своим родителям рекомендую. И сейчас вот когда объявили о том, что будет карантин, наши детки будут вешать себе кулончики с аромомаслами. Так как лук, чеснок, он раздражает слизистую, могут быть вызывать гастриты. А вот аромомасла очень хорошо. На фоне бушующего в 47 регионах страны гриппа наш край выглядит островком стабильности. До эпидемического порога мы пока не дошли. То ли морозы не дают вирусу распространиться, то ли наши люди, напуганные сообщениями федеральных новостей, решили применить все известные способы профилактики. Некоторые без масок даже из дому не выходят. Касталиновая мазь у нас в пороге лежит в обязательном порядке. Дома обработка через день, вплоть до ковров, все идет с хлоркой через день конкретно, вплоть до обоев. Противовирусные препараты, мази, маски, таблетки в аптеках раскупают молниеносно. Причем это касается даже дорогих импортных таблеток. Запасы некоторых медикаментов на складах иссякли за пару дней, но фармацевты успокаивают. Этим лекарствам можно найти альтернативу, в том числе отечественного производства. Ту, что стоит в разы дешевле иностранных аналогов. Тот объем препаратов, который обычно у нас находился в аптеке, его хватало на 2-3, а то и больше месяцев. Сейчас его хватает буквально 2-3 дня. В этот же дефицит вошла и оксалиновая мазь, которая буквально от 60 до 100 упаковок в день у нас уходит. Ситуацию с гриппом и ОРЗ обсудили сегодня в краевом правительстве. Да и педпорога нашему краю не хватает 5%. Заболеваемость растет, но незначительно, говорят специалисты. Однако к врачам стали чаще обращаться пациенты со внебольничной пневмонией, которая является осложнением гриппа штамма АН1Н1. Это значит, что люди поздно приходят за помощью, хотя при своевременном лечении болезнь проходит быстро. Он, сохраняя свои свойства определенные, тем не менее, он для нас является обычным сезонным, потому что население привито против этого вируса. Обнаружение этиологической связи заболевания с этим вирусом – это просто есть факт, который говорит о том, как правильно лечить этого больного, то есть какие при этом применять препараты. Вирус чувствителен к трём препаратам – это тамифлю, это реленза и ингавирин. Не нужно бояться диагноза грипп АН1Н1, настаивают специалисты. В 2009 году им переболела треть жителей края, а это около миллиона человек. Осложнения возникли меньше, чем у 1% заболевших. За 6 лет врачи научились и диагностировать это заболевание, и лечить его. И сейчас он ничем не отличается от обычного гриппа. Один вопрос, который постоянно дебатируется, что врачи не берут анализы, диагноз грипп ставить запрещают. Да боже мой, да никто не запрещает, пожалуйста. Он просто проявляется. Мы же понимаем, что грипп циркулирует, им болеют. Его не надо дополнительно делать совершенно точное исследование, потому что это будет вероятность, что это грипп АН1Н1, то есть вероятность практически будет полная. Чтобы избежать эпидемии, нужно исключить групповую заболеваемость, подчеркнула заместитель председателя краевого правительства Галина Пашинова. То есть не допустить распространения инфекции в коллективах, а для этого необходим тотальный контроль. Это в первую очередь касается школ и детских садов. Пока из-за гриппа закрыт всего один класс в Енисейске. Мы мониторили только муниципальное образование в случае ситуации, когда у них превышен этот порог, то есть когда заболевших более чем 20% в новой классе. Но сегодня мы получили рекомендацию, что такой мониторинг вести независимо от того, есть заболевшие дети в школе или нет. Мы будем вести ежедневный мониторинг по каждому классу, по каждой школе и по каждому детскому садику. На следующей неделе в крае должно потеплеть, а это значит, что может вырасти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Пока все поликлиники в нашем регионе переведены на предэпидемический режим работы. Это значит, что усилен субботний прием, врачи чаще выезжают на дом к пациентам и на линии одновременно находится больше коррект скорой помощи. Специалисты надеются, что эти меры помогут остановить распространение вируса. Алина Штоколова, Дина Володина, Анна Московских и Александр Ермошенко. Новости. Ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРЗ в регионе сегодня прокомментировали врачи детских больниц. По словам специалистов, вирусной инфекции зафиксированы менее чем у 4000 детей, проживающих в краевом центре. В стационарное лечение в настоящее время проходят 9 ребятишек. Пятерым поставлен диагноз грипп. Все они получают необходимое лечение. За 4 недели января из больниц города выписали 102 ребенка. Только у четверых был подтвержден грипп. Все полностью выздоровели. Анализ для выявления любого штампа гриппа врачи проводят только у пациентов с тяжелым течением болезни. Поэтому медики просят родителей не устраивать ажиотаж и без острой необходимости не вызывать скорую помощь. При незначительном повышении температуры у ребенка лучше посетить участкового педиатра в поликлинике. Кроме того, специалисты опровергли информацию о том, что докторам якобы запретили ставить диагноз грипп. Мы как медицинские работники, мы самые первые люди, которые не заинтересованы что-то скрывать и занижать. Иначе мы можем попасть в такую ситуацию, что не зная реального положения дел, можно завтра, например, поиметь большое количество реанимационных пациентов. Количество детей, оно точно такое же поступает, как в прошлый и позапрошлый год. Вот, например, у меня есть цифры за 9-е и за 10-е годы. Вот тогда это было в структуре гриппа, да, это было, допустим, там по 600-700 детей, которые поступали именно с диагнозом грипп. На сегодняшний момент, вот по годам прямо, в прошлом году это было 68 детей, в прошлом году это было 69 детей, то есть в 10 раз это было меньше. И в этом году ситуация примерно такая же. Депутаты городского совета Красноярска проверили новые детские сады. Что не понравилось народным избранникам, расскажем далее. В Красноярск вернулись 30-ти градусные морозы, правда, всего на пару дней. Четверг и пятница станут самыми холодными на этой неделе. По ночам столбики термометров будут опускаться почти до 30 градусов. Температура днем от минус 20 до минус 24. Ощутимое потепление можно ждать уже в субботу. В светлое время суток столбики термометров покажут около 12 мороза. Ночью минус 22. В воскресенье примерно на градус теплее. Аналогичная ситуация и в большинстве районов края. По центральным районам также в ближайшие сутки и выходные без осадков. Преобладающая температура ночью в ближайшие сутки 25-30 в восток до 38. А дневные составят порядка 14-19 в восток до 28. Не повышаясь, к воскресенью ночные уже составят порядка 17-22 в восток до 35. А дневные уже порядка 10-15 в восток до 22 градусов. Инспекторы полка ДПС призвали автовладельцев и пешеходов быть особенно осторожными. Из-за морозов на дорогах и из-за городных трассах сохраняется сильный гололёд. В таких условиях тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Водители просят соблюдать безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам снижать скорость, быть особенно внимательными в утренний и вечерний час и пик. Будительность следует проявлять и пешеходам. В черте города скорость у нас 60 км в час, но в такое время, конечно, лучше выбрать ту скорость, которая будет обеспечивать безопасность автомобиля. Это, конечно же, меньше скорость, потому что сейчас действительно наблюдается у нас гололёд на дорогах города. И особенно подъезжая к пешеходному переходу, надо снижать заранее скорость, а не перед самим пешеходным переходом, когда внезапно на дорогу может выскочить замёрзший пешеход. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня проверил, как подрядчики справляются с уборкой городских улиц и остановочных пунктов. Это уже третья подобная инспекция за последние полтора месяца. Замечаний стало меньше, но о ней всё же есть. Сегодня же Эдхам Акбулатов назначил ответственных, которые будут ежедневно следить за чистотой в Красноярске. Подробности у Екатерины Погореловой. В первую очередь глава города обращал внимание на состояние лестниц, пешеходных тротуаров и остановочных пунктов. На них не должно быть наледи, а самое главное, все эти места должны быть обязательно подсыпаны. Особое внимание уделили наземным пешеходным переходам. Зачастую именно здесь лестницы превращаются в горки и становятся по-настоящему опасными. Поэтому дворники стараются убирать снег и налить ежедневно. А вот лифты здесь замерзли. Оказалось, что работать в такие холода они не могут. Это и стало поводом для первого замечания. Сейчас нет литродуки, которые ни сверху, ни снизу, которые обогревают лифт. И лифт не успевал замерзать. Вот эти двери ходили. Да, был обогреватель. Это сверху дуло. Тепловая завеса и все работало. Ну, за редким исключением. Договор с подрядной организацией, которая занимается обслуживанием перехода на медуниверситете, расторгнут. А работать лифты должны даже в 30-ти градусные морозы. Во время совещания глава Красноярска принял решение за каждым объектом закрепить ответственное лицо. Рассчитываю на то, что с понедельника следующей работы эта система будет введена повсеместно. И это позволит повысить, во-первых, определить персональную ответственность, во-вторых, повысить качество контроля за выполнением работы. Оцениваю, что качество повысилось в выполнении работ, но еще недостаточно. Еще предстоит многое сделать для того, чтобы потребовать от подрядных организаций своевременного и качественного реагирования на те задачи, которые перед ними стоят. Считаю, что у подрядных организаций достаточно много резервов. Следить ответственные лица будут за качеством уборки и благоустройства, чтобы все лифты работали, а пешеходные дорожки были подсыпаны. Также все замечания, которые поступают в службу 005, должны быть устранены за три дня. Этот контроль у нас, получается, сразу в этот же день должен устраняться. И вечером мне докладывают на планерке в 17 часов о том, что устранено или не устранено. Тут надо обязательно и лед убрать, и подсыпку сделать. Это экстренно, да. А если плановое, значит, в течение трех дней, получается, мы добиваемся того, что если это есть в реестре, соответственно, чтобы это было исполнено. Рассказать о гололюде во дворе или о наледи на ступеньках можно по телефону 005 или на сайте нашкрасноярск.рф в разделе «Общественный контроль». Екатерина Погорелова, Алексей Овсяников. Новости. Депутаты городского совета Красноярска сегодня проверили недавно открывшиеся детские сады. Они побывали в четырех учреждениях, введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года. Два детских сада в микрорайоне Пашино и еще два на улице Грунтово и Алеши Тимошенково. Все эти учреждения обеспечены современным оборудованием, качественной детской мебелью, игрушками и необходимым спортивным инвентарем. Вопросы у депутатов вызвала лишь недостаточная наполняемость детских садов. Некоторые группы укомплектованы только наполовину. Правда, специалисты заверили, что это временно. Садики открылись в конце года и некоторые родители еще не успели оформить нужные документы. Программа, вернее, задание, которое было перед Главным управлением образования и администрация города, она выполнена. Она выполнена, и мы видим сегодня с вами, если еще дети не зашли, значит, мы уже видим с вами, что у нас просто еще и перспектива есть, да, для того, чтобы почистить очередь и еще ребят привезти в детские сады. В следующий раз депутаты намерены проверить строящиеся детские сады. Сейчас в городе два таких объекта. Один в Солнечном, другой на проспекте Металлургов. Каждое из учреждений рассчитано на 270 детей. По контракту закончить строительство должны в ноябре этого года. Сейчас идет монтаж основных строительных конструкций, коробка, если проще говоря. То есть в Солнечном ситуации низко похуже с готовностью. Там сейчас завершены работы по устройству фундаментов. Начинается нулевой цикл. А в детском саду на проспекте Металлургов там готовность выше. Там уже завершается монтаж коробки. В Енисейске продолжается подготовка к 400-летию. В городе ведутся масштабные реставрационные работы. Уже этой весной там планируют ввести в эксплуатацию восстановленную мечеть и два купеческих особняка. А к концу года должны быть отреставрированы еще 9 памятников архитектуры. Тиму продолжит Александр Сафонов. В Енисейске продолжается восстановление памятников архитектуры. Всего в реставрационном списке 22 объекта. Один из них за моей спиной. Это городской культурный центр. Работа здесь кипят и в 30-ти градусный мороз. Правда, не снаружи, а внутри здания. Если бы енисейцам разрешили зайти сюда посмотреть, они вряд ли бы узнали место, где обычно проходят главные культурные события. Но рабочие даже раскопали фундамент. Его нужно усилить. Этот дом был построен в конце 19 века. Купец первой гильдии Александр Баландин открыл здесь народную читальню, то есть бесплатную библиотеку. Реставраторы хозяйничают здесь четвертый месяц. Завершить работу они должны к концу этого года. Сантехники обещают недели через две сделать полностью отопление. И мы уже входим на штукатурную работу. Потом, когда будут уже лесовые температуры, перейдем на внешнюю часть здания. Реставрируется не только так называемая гражданская архитектура, но и храмы, в том числе и мусульманская мечеть. Она уже готова. Восстановлен минорет и старинное ограждение. Заменены все перекрытия. Сделано отопление, канализация, современная электропроводка. Даже шторы уже висят. Сейчас идет бумажная работа по вводу объекта в эксплуатацию. Открытие намечено на весну. Почти завершены еще два памятника архитектуры. Это купеческие особняки. Дом Дементьевых и усадьба Евсеева. Их будут вводить в эксплуатацию вслед за мечетью. На конец прошлого года в работе было 16 объектов. Из них мы в настоящий момент по трем объектам завершаем, которые уже сказали. И в настоящий момент работа идет по 13 объектам. Еще планируется в этом году отторговать и приступить к реставрации еще по одному объекту. По плану к концу 2016 года должна быть завершена реставрация 9 особняков. Как показывает практика, восстановительные бригады часто отстают от графика. Причины разные. Например, возникает необходимость проводить дополнительные работы, изначально не предусмотренные проектом. Бывает, меняется проектное решение в связи с тем, что это здание старое. И при ремонте, при демонтаже открываются какие-то новые проблемы. До 400-летия Енисейска остается три года. Сейчас в руках реставраторов уже три четверти объектов, которые планируется восстановить. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости. Борцы со всего мира съезжаются в Красноярск на турнир Гран-при Иван Ерыгин. Все ли готово к проведению соревнований? Расскажем после рекламы. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле 2. Тариф черный. Честно, дешевле. Toyota RAV4 знает, куда отправиться за яркими впечатлениями. Какие тренды сегодня в моде. Как одним движением наполнить жизнь событиями. Где проходят лучшие вечеринки. Как двигаться в ритме города. И поймать волну ярких эмоций. Оглянитесь. Вокруг столько возможностей. Куда отправимся сегодня? Спросите у RAV4. Новый Toyota RAV4. Впечатления в движении. Toyota. В прямом эфире новости продолжаем выпуск. Сегодня представители Министерства здравоохранения края встретились с жителями поселка Березовка и коллективом медиков. Напомню, в понедельник стало известно о конфликте педиатров Березовской райбольницы с главврачом. Медики, уставшие от постоянной работы на ночных вызовах, попросили расширить штат дежурных докторов и увеличить доплату за экстренные выезды. На что руководство ответило отказом. Как следствие, врачи отказались работать внеурочно и подписывать так называемый эффективный контракт. За этим начались увольнения. В итоге двое врачей были уволены по решению начальства. Еще двое ушли по собственному желанию. Отмечу, эффективный контракт – это одна из разновидностей трудового договора. И обычно медики, работающие на таких условиях, получают большее вознаграждение. Но подписывать договор врачи должны добровольно. Сейчас сформирована специальная комиссия, которая проверяет законность действий главврача. Результаты станут известны к концу следующей недели. В Краевом Минздраве заверили, что в любом случае жителям поселка будет оказываться вся необходимая медицинская помощь без ограничений. Будут даны оценки действий руководителя учреждения. Что касается ситуации с организацией медицинской помощи, наша задача – обеспечить в полном объеме интересы и детского, и взрослого населения на доступную помощь. Работа педиатрических участков, работа по экстренным дежурствам будет обеспечена в полном объеме. Действия министерства здесь просты и понятны. Мы приведем соответствие законодательства даже путем изменения назначения главных врачей. Такая полномочия в Министерстве здравоохранения есть. Действия министерства Для участия в соревнованиях в Красноярск приехали более 300 человек из более чем 10 стран мира. Среди них США, Япония, Италия, Чехия и многие другие. Наблюдать за поединками смогут не только пришедшие во дворец болельщики. Следить за ходом соревнований можно будет и в режиме онлайн. Хочу от лица организационного комитета уверить всех о том, что на сегодня все готово для проведения турнира. Все службы провели очень масштабную подготовку. И сегодня мы встречаем гостей, мы встречаем участников. У нас сегодня основной заезд участников. Работает мандатная комиссия, работает аккредитация. Спортсмены, мужчины и женщины будут выступать в нескольких весовых категориях. Организаторы говорят, интерес атлетов к турниру имени Ивана Ярыгина не ослабевает. С каждым годом количество участников становится все больше. Даже с Африки к нам приезжают, а там все же, со всего мира. Это очень здорово. Это уважение к имени нашего великого спортсмена Ивана Ярыгина. И, конечно, уважение к нам сибирякам. Это очень важно. И еще в наше такое непростое время, знаете, вот такие турниры, как Ивана Ярыгина, есть еще и другие, они объединяют людей из разных национальностей, разных государств. Российская команда очень сильная. И зачастую победители чемпионата Ивана Ярыгина становятся мировыми чемпионами и выигрывают Олимпийские игры. Следить за поединками будут более 30 судей из России и еще 12 из зарубежных стран. Среди них есть специалисты высочайшего уровня. Наблюдать за спортсменами будет и вдова легендарного борца Наталья Ярыгина. Как оказалось, кроме борьбы-то я ничего и не знаю. А по поводу эмоций очень. Особенно в финале, на международных соревнованиях я даже, извините за подробности, на каблуках не могу ходить, потому что я возвращаюсь практически без них. Красноярцы рассчитывают завоевать на турнире сразу несколько комплектов наград. И, конечно же, есть надежда, что чемпионат подарит новых звезд. Поединки начнутся завтра в 10 часов утра, а в 18.00 состоится торжественное открытие турнира. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. В Красноярске готовятся запустить проект «Культурные столицы мира». Когда слушатели приглашают совершить музыкальное путешествие в Санкт-Петербург, расскажем в третьей части выпуска. Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Вы расслаблены. Одной рукой вы переключаете каналы, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Меня греки чают, не тревожит нас. Вы спокойны. Как вам? Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. 13-й Красноярский экономический форум. Главные деловые события этой зимы. Политики и экономисты, бизнесмены и эксперты предложат свой вариант стратегии 2030. Основного документа для будущего России. С 18 по 20 февраля. В прямом эфире новости. Спасибо, что вы с нами. Послушать музыку Шостаковича, узнать интересные факты жизни композитора, задать любые вопросы о Санкт-Петербурге. Такая возможность совсем скоро появится у жителей Красноярска и гостей города. В Краевой филармонии пройдет тематический концерт-лекция с подробностями Анны Московских. В Краевой филармонии готовят новый цикл концертов «Культурные столицы мира». И первое представление будет посвящено Санкт-Петербургу. Музыканты уже настраивают инструменты и совсем скоро из-под умелых пальцев польются удивительные мелодии Дмитрия Шостаковича. Музыканта, чья жизнь тесно связана с северным городом. Этого великого пианиста красноярские музыканты хотят раскрыть публике с новой стороны. Среди меломанов считается, что он мастер сурового жанра. На самом деле его творчество многогранно. Перед слушателями Шостакович предстанет веселым человеком, не лишенным самой иронии и даже сарказма. Но кроме музыкальных открытий у гостей будет возможность задать любые вопросы. Художественный руководитель Красноярского симфонического оркестра Владимир Ланде намерен максимально вовлечь всех зрителей в концерт. Мы не брали этот формат откуда-то, он нигде еще не сделан. Это то, что мы решили создать прямо здесь, на красноярской почве, на красноярской земле. И надеемся продолжать это ежегодно. Публика сможет задать любые накипевшие, наболевшие вопросы или что-то, что интересует. Красноярский симфонический исполнит концерт для виолончели с оркестром номер один, а еще одно из самых популярных произведений композитора – симфонию номер пять. Когда ее впервые исполнили в Ленинграде, овации не прекращались 40 минут. На самом деле Дмитрий Шестакович писал такие произведения, которые не могут быть нелюбимы. Они на самом деле все достаточно известные и приятные и для музыкантов, и для слушателей. Поэтому к этой программе мы с удовольствием готовимся. Шестакович на самом деле довольно серьезное произведение в техническом плане, и для музыкантов. И просто больше придется проучить это все и сыгрываться. А еще в концерте примет участие солист Санкт-Петербургской филармонии Дмитрий Коузов, лауреат многих международных конкурсов. Музыкальное путешествие по северной столице состоится 6 февраля в 7 часов вечера в Большом концертном зале. Анна Московских, Алексей Овсянников. Новости. В Красноярскую краевую библиотеку после реставрации привезли старинные книги. Одна из них была написана еще в начале 17 века. Это рукописная Евангелие. После реставрации оно получило вторую жизнь. Мастера полностью восстановили переплет, обложку и даже некоторые страницы с текстом. За год специалистам удается обновить более 100 различных изданий, после чего любой желающий получает возможность изучить книги, правда, только в стенах библиотеки. Книга чаще всего в таком ветхом состоянии, есть в очень плохом состоянии. Книга, а после реставрации ее не узнать. Реставраторы очень бережно относятся к книгам, доставляют листы бумагой аутентичной того времени. И буквально по крупицам собирают книгу, расплетают, дезинфицируют ее, доставляют, доливают бумагой, доливают листы. В общем, работа очень кропотливая. Иногда, значит, для переплета привлекаются мастера и в других спецификах. Так, например, вот для реставрации Евангелия 1606 года здесь поработал специалист по металлу. Телефон редакции 236-01-36, наш сайт www.enisei.tv Я, Ирина Алиева, с вами не прощаюсь. Увидимся за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова